В некоторых городах я действительно вижу, особенно где мне довелось жить подольше, где я долго жил несколько лет, как они видоизменяются, как люди переходят с книг на водку, скажем так, да, и это происходит. И общаясь с местными ребятами, с малаюжей, особенно говорят, что ну да, как бы особо ловить нечего, мы думаем переезжать в другие места. И очень редко, что кто-то оттуда возвращается. Обычно возвращаются люди, если там у них совсем ничего не получилось, такие сломленные, чуть-чуть озлобленные, они возвращаются в провинцию. Но бывают и случаи, когда люди едут в Петербург, в Москву, набираются какого-то опыта, каких-то идей и возвращаются и пытаются поднимать у себя уже на родине. То есть у меня есть знакомые, которые открывают анти-кафе, вот эти какие-то игровые комнаты, делают фестивали. Вот как раз девочка из Кирова уехала в Санкт-Петербург, посмотрела на городские фестивали фантастики типа Старкон и теперь приезжает в Киров и делает каждый год местный фестиваль. Ну, естественно, по меньшим масштабам и так далее, но вот она пытается как-то вот привносить это все обратно, быть каким-то не то что пророком в своем отечестве, а возрождать именно у себя на родине какую-то культуру, какую-то ценность продвигать. Как бы бывает и так, и так, и здесь мне сложно ответить утвердительно на вопрос, что ну да, все плохо. Все нехорошо, неплохо, все как-то вот пока так вот подвижно, пластично, потому что мы сейчас, наверное, последние два года наше общество, оно больше занято каким-то таким политическим, наверное, вопросом, кризисным вопросом, санкционным вопросом. И нам как-то вот недокультурных ценностей в большинстве своем. Но при этом люди не забывают, что вот все это временно, да, то есть все пройдет, кризис закончится, санкции уйдут и как-то надо будет жить дальше. Какие-то вот, возможно, да, временные эти моменты, они есть. Про Россию всегда говорили, что, ну, последние там сколько лет, что мы пьющая страна, там, русский Ваня с бутылкой водки. Однако русский Ваня с бутылкой водки в космос полетел, да, и вполне вероятно, что мы еще и колонизируем Марс, Луну, и натворим немало чудесных дел. Ну, нужно просто подождать.